Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин, это девятнадцатый новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Релиз стабильной версии U-Render, полностью интегрированной в Cinema 4D, состоится уже в эту среду. Мы, как официальные представители компании U-Render в России, расскажем вам о некоторых нововведениях. Итак, плагин U-Render будет еще более тесно интегрирован в Cinema 4D, но это и так понятно. Теперь в сам плагин будет включен рендер, а это означает, что автономное средство визуализации не требуется, но его можно использовать по желанию. Среди улучшений можно выделить новую систему постэффектов и добавление кривых RGB в фильтр постобработки цветокоррекции, а также будут проработаны зеркальные отражения и отражения окружающей среды на объектах. Следи за новостями в нашем телеграм-канале и в группе ВК, чтобы первым узнать о выходе новой версии U-Render. Ну и не только. Появилась бесплатная бета-версия Cascader 2020.2b. Добавили новый инструмент Quick Region Tool, который позволяет настраивать риги для персонажей гуманоидов, используя в качестве основы стандартную оснастку. Если подробнее, то риг производится путем перетаскивания костей на заготовленные для них места в шаблоне, что весьма удобно. Еще внедрили отображение призраков для прослеживания траектории, а также множество исправлений. Загрузить бета-версию сможешь по ссылке в описании. На момент выхода этого новостного выпуска скачивание доступно для Windows и Linux, а вот версию для Mac выпустят в ближайшее время. Также Cascader сообщает, цитирую, у нас также есть много планов и идей относительно следующего обновления, таких как создание траекторий вращения и новых улучшенных точек опоры. Также в разработке уже находится универсальное автопозиционирование для гуманоидов. Ну и первая версия редактора графиков, и мы надеемся выпустить их в одной из ближайших версий. Спустя почти два года разработки вышел Ornatrix версии 3 для Maya. Это обновление значительно расширяет возможности Ornatrix Maya версии 2. Улучшили графический интерфейс, производительность, отображение волос, оптимизацию и, конечно же, внесли новые функции. Среди всех нововведений самым интересным является внедрение инструмента для анимации волос AI Animator, основанного на машинном обучении. Поделитесь своим впечатлением в комментариях, кто уже опробовал новые фишки. Все существующие пользователи Ornatrix могут получить 50% скидку при покупке обновления до 15 ноября 2020 года. Если вы приобрели Ornatrix Maya версии 2 в течение последних 6 месяцев, ну или после 1 марта 2020 года, вы получите бесплатное обновление. Также добавили возможность оформления подписки. Ежемесячная стоит 50 долларов, годовая 35. Прежняя цена бессрочной лицензии осталась неизменной, ну и составляет 599 долларов. Также в доступе есть демоверсия. Только для скачивания необходимо пройти регистрацию на их площадке. Да и вообще, доступ ко всей важной информации возможен только авторизованным пользователям. Pixologic выпустила ZBrush 2021.1.2. Это обновление включает в себя только исправления и улучшения, ну и в целом улучшили производительность программы для повышения стабильности. Ничего нового не завезли, но разработчики пишут, что это важное обновление для ZBrush 2021. Анонсировали будущие возможности Corona Render 7 для Cinema 4D и 3ds Max. Некоторые функции были предварительно подготовлены для седьмой версии во время разработки Corona Render 6, хотя в выпуск они не вошли. Седьмая корона получит улучшенное отображение тонов для постобработки, ну и новый материал PBR. Также версия для Cinema 4D будет поддерживать импорт и рендеринг файлов OpenVDB, ну и поддержку систем Multi Instance. Выпуск планируется на 2021 год. Компания KM3D выпустили обновление плагина Smooth Boolean 2.0. Он предназначен для моделирования в 3ds Max. С помощью этого плагина создаются плавные переходы между сетками Pro Boolean. Во вторую версию добавили новый модификатор Smart Bridge, который может бесшовно соединять две сетки даже с разным количеством ребер. Улучшили работу с топологией высокого и низкого разрешения, исправили ошибки и повысили производительность. Плагин Smooth Boolean стоит 99 евро. Перед покупкой можно опробовать бесплатную демоверсию. Ссылочка на скачивание в описании. Вышел релизный трейлер Lumion 11. Конкретную дату выпуска еще не назвали. Для Lumion 11 потребуется Windows 10 версии 1.9.03 или более поздней. С 1 октября, если покупаешь лицензию Lumion 10.5, то получаешь бесплатное автоматическое обновление. Переход на Lumion 11 платный для всех пользователей и зависит от того, какой версией пользуешься на данный момент. Полную информацию найдешь по ссылочке в описании. Эпик Геймс объявила о приобретении SuperAvisom. Эта компания обеспечивает и поддерживает безопасное цифровое взаимодействие детей с глобальной системой интернета. SuperAvisom пользуется доверием более 300 ведущих брендов, включая Lego, NBC Universal и Hasbro. SuperAvisom позволяет монетизировать детский контент с помощью рекламы ведущих мировых брендов, соответствующей определенным стандартам. Вместе с Эпик Геймс они создадут широкий спектр услуг, безопасных для детей. Присоединение к Эпикам означает многое, это и постоянная поддержка и инвестиции клиентов в SuperAvisom, ну, которые хотят создавать лучший онлайн-контент для детей. В конечном итоге это, ну, естественно, шаг на пути к тому, чтобы сделать интернет безопаснее. Мы порылись и нашли крутую программу Clip Studio Paint, предназначенную для создания цифровой живописи. Программа имеет множество стилизованных кистей, огромную библиотеку бесплатных материалов и Clip Studio Paint идеально подходит для разных стилей рисования, таких как масляная краска, акварель или затенение. При этом создается реалистичное смешивание красок, которое, кстати, не так часто встречается в цифровом программном обеспечении. В софте есть крутая функция, работающая на основе искусственного интеллекта. Ты можешь просто установить цветовые подсказки в виде мазков, а программа сделает все за тебя. И раскрасит всю выделенную поверхность с учетом градиента цветов. Выглядит это просто бомбезно. Еще благодаря функционалу AI можно просто отсканировать фотографию с позирующим человеком и позволить Clip Studio Paint автоматически расположить трехмерную фигуру в совершенно таком же расположении, как и на фото. Программа может производить извлечение штрихового рисунка из фотографий и 3D объектов. Также есть полезная функция стабилизации штрихов для прорисовки чистых и ровных линий. С помощью инструментов 2D анимации вы можете отсортировать сцены раскадровки со звуком или даже работать над полнометражной анимацией. Программа предлагает десятки тысяч готовых к использованию материалов, таких как кисти, узоры и 3D модели. И да, ты сможешь работать с 3D моделями для тестирования композиции перед началом рисовки. Программа совместима с файлами Adobe Photoshop, а с сохранением слоев. Софт также можно установить на планшет или смартфон. Не так давно вышел краткий обзор новой функции замены неба в Adobe Photoshop. Процесс замены основан на базе Adobe Sensei. Инструмент Sky Replacement позволит добавлять небеса к сценам быстрее и проще, чем когда-либо прежде. Ну что, теперь у вас будет одно и то же небо на фотографиях. Более подробную информацию расскажут на виртуальной конференции Adobe Max с 20 по 22 октября 2020 года. Запустили новое приложение Polycam, использующее датчик LiDAR в iPad Pro 2020 года для реконструкции объектов. Программа преобразует снимки в трехмерные сетки в реальном времени. Захваты Polycam 3D имеют точные размеры, что позволяет легко измерить расстояние между любыми двумя точками. Экспорт отсканированных изображений осуществляется в форматах OBJ и USDZ. Компания Wazilab выпустила Instance Terra 1.13. Это инструмент для процедурного создания ландшафта. В обновлении добавили возможность загружать данные с карт о высотах для любого региона мира и генерировать соответствующий ландшафт. А вот с помощью новой ноды Colorize Satellite Map, фух, можно быстро создавать рендер с наложением текстуры цвета. Экспорт ландшафтов осуществляется в FBX, OBJ и Alembic. Программа совместима с движком Unreal, Unity, 3ds Max, Maya, Houdini и другими 3D-пакетами. Wazilab создают плагин для Unreal Engine и являются участниками программы Epic MegaGrants. Версию 1.13 для Windows можно опробовать бесплатно в течение месяца. Стоимость бессрочной лицензии на год составляет 149 долларов. Все подробности об Instant Terra найдешь по ссылочке в описании. На Seagraph 20 был представлен RigNet. Это автоматизированный метод создания анимационных ригов из входных моделей персонажей, основанный на искусственном интеллекте. То есть это система, которая может оснастить трехмерную модель персонажа и даже оценить поверхностный вес. Архитектура обучается на большом и разнообразном наборе оснащенных моделей, включая их сетку, скелеты и соответствующие веса. RigNet может создавать скелет разных существ, а не только человеческий риг. Исходный код нейронки найдешь по ссылке в описании. Эта технология может значительно сэкономить время для анимации персонажей. Напомним, что Mixama уже давно занимается анимацией моделей для игр, фильмов и прочих проектов. Там ты также загружаешь своего персонажа и получаешь полностью автоматически настроенный человеческий скелет, адаптированный к модели и готовой к анимации. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, смотрите наши выпуски и до новых встреч. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал.